Всем привет! Меня зовут Варлам Устинов. Сегодня я скажу вам о нашем хозяйстве, про то, как у нас рожают козы. У нас уже родили где-то 5 коз примерно. Начнем с бантика. Это коза Бантик зовут ее. Вот она, да, в войну. Вот один черненький и беленький. Беленький козочка, а черного мы... И черненький это мальчик. Беленькую мы назвали Снежинка. Но от черного еще не придумала. Мне эта козочка очень нравится, да, Вадик? И она меня любит, и я ее люблю. Козлятки мне ее тоже нравятся. Там он тут давай сидит. Ну не ори ты, Розочка, а? Что с тобой? Не-не-не-не-не. Ичи, чтоб не мешай, а? Мешает. Следующая коз... Не коза, а козочка. Ее зовут Розочка. Она еще маленькая, правда. Мы ее хотели беречь. А то, думаю, козочку нам испочит. И вот, но все-таки не смогли. Ну, что ж поделаешь. Как Бог хочет, так и будет. Вообще-то, вот эти уход двоих, заметил я. Как они? Это... Бантика один раз, это... Коста загоняем. И это... Я такой, Бантик, Бантик. Я думаю, да что она не идет-то? Пошел в эту сотню, а у нее там козлята. Пошел папе, сказал. Ну, не папе, а маме. Потом. Второй раз. Папа сидит, коз дает. Я опять загоняю коз, тоже вечером. Смотрю, и Розочка родила вот этого вот одного козленка. Тоже маленькая такая, правда. Ну, в имя у нее. В имя не было, но у нас козленка родила то стала. Ну, переходим к следующей козе. Следующая коза, кнопка, родила сегодня утром. Папа заметил. Мы-то думали все. Папа приходил, и он видел только вот этих. А потом, когда я пришел в сарай, я еще белого увидел. Он был слабенький, и каким-то образом оказался там. Ну, эту козу, конечно, уже папа заметил меня. Ну, что, к маме хочешь не уйти. Там еще у меня коза есть. Вон она. Она еще... Пока что она еще у нее дела. Будем ждать. Вот. У нас вчера, правда, одна коза погибла. Ну, что ж поделаешь. Слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. Будем ждать в следующих годах. Все козыщи себе оставляем, чтобы стадо увеличилось. Ну, всем до новых встреч, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok